Дорогие друзья, давайте начнем. Приятно видеть столько знакомых лиц, в том числе с помощью которых создавалась эта лекция и добывались эти материалы. Сегодня у нас с вами речь пойдет о Куликовом поле, о одном из самых значимых мест, замечательных мест нашей Тульской области, не только в Тульской области, которое развивается своим обоим побоищем. Но я не побоюсь этого слова, если скажу, что по степени археологической изученности регион Куликового поля занимает первое место не только в Тульской области, но я бы хотел сказать даже в центральном регионе. О том, как изучено само Куликово поле с точки зрения археологии, мы можем поставить в один ряд с такими известными в археологической литературе местами, как Судорское поле, как городские округи Старой Рязани, Чернигово, и ряд других известнейших комплексов, ну, таких, как, скажем, Чернигово, Киево, и целый ряд других крупных древнерусских регионов, которые, в том числе, по мере, составляют славу нашей отечественной археологии. А вот Куликово поле во многом повезло в том отношении, что, действительно, первоначально у археологов был интерес какой? Действительно найти место Куликовской битвы. Но чтобы найти место Куликовской битвы, было необходимо понять, что же себя представляло Куликово поле в эту эпоху, то есть в 13-14 веке. То есть, какое здесь было население, где могли проходить дороги, по которым могли двигаться войска, что вообще было на Куликовом поле в эту эпоху. Поэтому с этой целью, естественно, и пришли археологи первоначально на Куликово поле. Оказалось, что, собственно, когда мы начали анализировать ту источниковую базу, которая у нас была к этому времени, оказалось, что, собственно говоря, письменных источников, которые хоть как-то могли нам пролить свет о том, что представляло из себя Куликово поле в эту эпоху, у нас практически нет. Но если мы с вами даже возьмем сами, так сказать, тексты летописных циклов о Куликовской битве, литературных памятников Куликовской битвы, то там практически ничего, что бы могло сказать нам о том, что было нас заселено, или оно было пустынным, как пришли войска, какие были, так сказать, ландшафты в это время, об этом практически тоже ничего нет. Ну, если мы с вами возьмем картографический материал, то мы сразу с вами увидим, что вот на конец XII века по реконструкции наших ученых, исторических географов, на конец XIII века, до Батыева, нашествия, Куликово поле располагалось на пограничье между Рязанским и Черниговским княжеством. То есть Верхний Дон служил такой своеобразной природной границей, административной границей двух княжеств. Если мы с вами возьмем уже эпоху Золотардынского владычества над русскими землями, то ситуация, конечно, в корне меняется. Если Рязанское княжество еще, так сказать, сохранило свою целостность и государственность, то Черниговское распалось на множество мелких княжеских образований. И часть земель Черниговского княжества, в том числе и Куликово поле, как считают многие ученые, в том числе Анна Леонидовна Харашкевич, кто очень много посвятил своих исследований самому Куликово поле, Куликовской битве, оно, как считается, частично находилось, в том числе и в владениях Золотой Роды. То есть, вот как бы тот небольшой объем данных, которые мы имели о политической принадлежности Куликового поля в то далекое время. Было понятно, что и в том и в другом случае это пограничная территория. Территория пограничья. Что же здесь могло происходить в эту эпоху? Ну, если мы с вами даже возьмем небольшой комплекс тех фактических данных, которые мы имеем из других источников, ну, скажем, из более поздних источников, то наиболее близким к нам здесь являются упоминания некого Игнатия Смолянина, который написал, описал путешествие епископа Пимена в Царьград на постановление в митрополиты. Как известно, он не доехал, Пимен, был отравлен подалеку Константинополя. Но вот тем не менее, вот эта знаменитая фраза, что он плыл доном, и не было у них ни человека, и только одни звери дикие, и птицы сопровождали тот караван, православный караван, который двигался вниз по дону, в Азовское, потом в Черное море, на пути в Константинополь. Но если мы с вами возьмем более поздние источники того же самого нашего знаменитого Сигизмуда Горгиха Штейна, менее известного шведского путешественника Эргентунда, то здесь мы с вами увидим, что опять-таки мы видим пустынность этой местности. В то же время подчеркнуто действительно огромные благоприятные природные ресурсы, в рамках которых и протекала жизнь на этой территории. То есть нужно было только огонь, соль, нехитрые приспособления для охоты и рыбалки, чтобы прокормить себя на территории Куликова поля. Ну, определенные данные для изучения нашей с вами темы дали палеогеографы, которые дали карту исторического ландшафта поля Куликовской битвы на период сражения. Оказалось, что мы с вами видим, да, так сказать, вот левобережье Дона и Непрядлы, ну, мы с вами вот, вот, Непрядлы, да, если кто плохо видит, это вот течет Дон вниз на юг, то если мы с вами посмотрим карту занесенности, то мы с вами видим, что левобережье Дона и Непрядлы, это практически сплошные массивы, лесные массивы, а вот левобережье Непрядлы и Дона, оно более остепненное, то есть водоразделы в основном имеют степной характер, и, как бы, это тоже играло свою роль в дальнейшем обитании человека на этой территории. Как же все начиналось? Археологи, когда праздновали 600-й юбилей Куликовской битвы, казалось, что, к сожалению, о самом поле битвы, о самом Куликовом поле мы практически ничего не знаем, поэтому в срочном порядке было создано при Государственном историческом музее в нашем главном музейном учреждении экспедиция археологическая, которая выехала на Куликовом поле, вот начиная с 1982 года, начала исследование этого региона, в том числе в ее составе преди участия и ваш покорный слуга, то есть я был, в общем, как бы говоря, не только свидетелем, но и непосредственным участником тех исследований, которые проводились на Куликовом поле, и надо сказать о том, что действительно, вот эти работы были начаты, они продолжаются сейчас, с большим успехом, мы открываем всю новую-новую страницу, связанную с археологией Куликова поля, но нельзя сказать, что археологи, вот, исторического музея, пришли в начале 80-х годов на пустое место, где не было вообще ничего неизвеста, но достаточно назвать исследование Софьи Андреевны Изюмовой, которая приезжала в начале 50-х годов 20-го века на территорию Куликова поля, с той самой цели, чтобы отыскать какие-то среди битвы, но она посетила Кургат на реке Смолки, и опросила местных жителей села Монастырищины, о том, например, того, не было каких-то доходов к оружию, или костей человека. Ну и все в один голос ей тут же указали на место на высоком берегу Дона, где издавна при рытье погребов, при строительстве фундаментов домов, попадались человеческие кости. Она заложила на этом месте небольшой раскоп, и ей повезло, так сказать, потому что из тех 70 погребений, которые были на сегодняшний момент раскопаны на этом могильнике, только лишь в одном оказался инвентарь. Это было женское погребение, в котором был великолепный набор бус и воротник, шитый золотканой цареградской парчой. То есть вот единственное погребение, но, видимо, совсем, наверное, была удачливым человеком и является удачным человеком, поэтому ей на это погребение досталось. Ну, надо сказать, что если мы с вами посмотрим на то, как археологи вообще работают, то мы с вами можем отметить два основных вида работ. Соответственно, все работы начинаются с точки зрения археологии, это разведки. То есть археологи выезжают в район поисков, обследуют обнажения, обследуют распаханные места, закладывают разведочные шурвы, и таким образом выявляют сами памятники археологии. То есть относятся на карту определенных границей, то есть таким образом, соответственно, вырастает археологическая карта того или иного региона, следом региона. А на втором этапе, естественно, уже наиболее интересных, перспективных участках закладываются раскопы, где вручную, опять-таки, я так и повторю, что археологи до сих пор механизированы троту, используются большим трудом, только лишь при двигании отвалов и засыпке раскопов, вручную, где лопатами, а где кисточками, скальпелями, продолжают свои раскопки, исследования с тем, чтобы понять, как жили люди в том или ином месте, в то или иное время, на различные периоды существования человечества. Ну, первые раскопки и разведки, которые проводились в этих местах, показали большую перспективность в деле изучения памятников археологии Курлякова пуля. Первоначально работы были начаты на долинных участках, в основном по балкам, оврагам, речкам. И надо сказать, что до того, как археология исторического музея пришла на территорию, было известно всего лишь 7 памятников археологии. Пять городич, Курган на реке Смолки и несколько после 10-ти вековых силищ. Все эти силища, они все были, как бы, все датировались эпохой Зайцевской черты, то есть 16-17 веков. Более ранних материалов, как вроде бы, не было. Но сам факт того, что уже был могильник, который датировался 13-14 веком на территории села Монастричная, говорил о том, что, ну, не мог существовать могильник в пустом месте. То есть где-то должны жить были люди, которые должны были хранить своих умерших на этом могильнике. То есть где-то должны были быть силища, которые, как бы, так сказать, оставляли после себя умерших вот на территории этого средневекового кладбища. И понятно, что когда начались достаточно масштабные, полноценные разведочные исследования, то оказалось, что на территории Куликова поля очень много, на самом деле, памятников археологии. Более 300. Из них две трети – это памятники для нерусского этапа. То есть таким образом оказалось, что действительно Куликова поля – это было достаточно густо заселенные регионы по средневековым меркам, где не только в долинах рек и ручьев жили люди, но, как оказалось, в конце 80-х годов многие памятники располагались и на водоразделах Куликова поля. То есть археологу прошлось пройти гигантскую работу не только пройти пешком все ручьи и речки на Куликовом поле, но обойти всю овраженно-балочную систему. Эта работа была выполнена гигантско к середине 90-х годов. И таким образом на территории Куликова поля было обнаружено 320 памятников археологии. Из них, я еще раз повторяю, большая часть, большая половина – это были памятники археологии Куликова поля. Итак, что же из себя представляло Куликово поле на период XII-XIV веков? Масштабные площадные раскопки, разведки показали, что на территории Куликова поля в Дриджевский период существовало два хронологических этапа заселения Куликова поля. Прежде всего археологи и историки связывают с тем, почему Куликово поле было пустынным до конца XII века. Дело все в том, что Куликово поле представляет собой лесостепную зону. То есть, с одной стороны, земледельческое население более северных лесных районов неохотно шло на эти территории, поскольку здесь была достаточно велика кочевая опасность набегов кочевников. С другой стороны, кочевники тоже не стремились осваивать эти территории, поскольку это были не бескрайние степные просторы, здесь было достаточно много лесов в конце XII, начале XIII веков, поэтому пости им здесь свои стада было достаточно неудобно. Поэтому они, как правило, кочевали более на южных территориях. Поэтому, собственно говоря, вот эти территории были пустынными. Ну, почему в конце XIX века начинается такое полномерное интенсивное заселение Куликово поля? Дело все в том, что, как считают ученые, ну, на самом деле, нам это хорошо видно из листописных источников, что в конце XII века целый ряд карательных походов русских князей против половцев отогнал их далеко на юг их очевья. То есть, они вынуждены были переселиться ближе к Причерноморью. Эти территории оказались достаточно уже безопасны с точки зрения расселения. И, как только половецкая кочевая опасность хлынула, естественно, вот эти, почему Куликово поле, лесостепная зона? Это плодороднейшие черноземные целинные почвы были. Поэтому земледельческое население, значит, в массовом количестве переселятся на эти окраинные, ранее пустые территории. И вот таким образом возникают, собственно говоря, целые кусты поселений, которые располагались на этой территории. Ну, на сегодняшний день, я вам дальше покажу, действительно, так сказать, даже удалось тщательно разведчатые исследования, проведенные на территории, дали возможность подсчитать количество дворов, количество жителей на тот или иной период времени. Однако, случилось 1237 год. Да, трагический год в судьбе нашей Руси. Баты его нашествия. Хотя Куликово поле осталось в стороне от основных, так сказать, основных трасс походов монголов на Русь, но, тем не менее, так был велик страх перед заселением, перед вот этим Батыевым нашествием, что моментально русское население, очень чутко улавливающее опасность, вот, моментально, так сказать, собирает свои пожутки и возвращается обратно под защиту своих лесов. Но, прошло время, мы помним с вами, что русские князья начали ездить за руками в Золотую Орду, постепенно взаимоотношения Руси и Орды устаканились, говорят современным сленгом, появились правила игры, и вот эти все равно целенные черноземы, манившие наших хлебопашцев, русских хлебопашцев, они привлекали всегда свое внимание, и потихонечку начинают жизнь восстанавливаться на этих территориях. То есть, мы с вами видим, что вот памятники второй половины XIII-XIV веков, их уже не так много, как до Мангульской эпохи, до Батыева нашествия, но, тем не менее, мы с вами видим и могильники, мы с вами видим и одиночные поселения на притоках рек, на притоках Дона, по Непрядве, они, как бы, возобавляют свою жизнь, и судя по последним данным, которые мы имеем в ходе последних раскопок, судя по монетам Хана Тахтамыша и Рязанских над Чеканом, более ранних монет, вот, по крайней мере, на Укритабле жизнь продолжалась и после Куликовской битвы. То есть, вполне вероятно, что какое-то население здесь оставалось жить, и местное население было свидетелем того сражения, которое прошло здесь 8 сентября 1380 года. Вот, еще раз, та статистика, которую нам удалось установить в ходе наших исследований, вот на территории примерно 50-50 километров, в этом квадрате, в домонгольский период, до начала Батыева нашествия, прочитывало 157 шилищ, 550 дворов, на которых проживало примерно 3,5-4,5 тысяч населения. В золотордынский период, уже в эпоху Золотой Орды, существовало значительно меньше, но тем не менее, опять-таки, существовало примерно тысячи жителей, которые жили на 69 точках Куликового поля. Надо сказать, что в ходе археологических раскопок на территории Куликового поля стремились самые разные объекты и самые разные строения, различные типы фортификационных и пассивнических структур. Поэтому одним из таких важных объектов, с которых началось изучение Куликового поля, археологическое, были городища. Их на территории Куликового поля известно 5. Надо сказать, что с самого начала, во время процесса археологических исследований, археологи исторического музея взяли курс на то, чтобы не просто самим везде проводить раскопки и исследовать тот или иной памятник. Они привлекли и привезли с тобой на Куликового поля массу других ученых, которые помогали им изучать древности Куликового поля. Вот, надо сказать о том, что одним из таких людей, который продолжает сотрудничать с нами с музеем-доповедниками сегодня, на Куликовом поле, является Андрей Витальевич Шишков, профессиональный архитектор, который работал вместе с нами на наших раскопках и позволял нам как бы не только получить данные о том, что мы находили в земле, но и представьте себе, как это могло выглядеть на сегодняшний день, вот в то далекое время. Поэтому его реконструкции, архитектурные реконструкции, легли в основу многих очень известных наших музейных проектов, которые воплощаются или уже реализованы на сегодняшний момент. Вот такие крепости возникали на Куликовом поле в конце XII века. Судьба их была, так сказать, печальна, поскольку прошествовали они очень недолго. Как показали раскопки, культурный слон на них практически очень беден находками. Но тем не менее, вот из-за того, что, так сказать, вот эти вот бревенчатые срубы, из которых были сложные крепостные стены, сгорели, нижние венцы, они хорошо сохранились в земле. И благодаря этому удалось восстановить планировку этих крепостей, технологию строительства и то, каким образом они возводились. Вот это дало возможность нам действительно восстановить внешний облик этих крепостей. И я надеюсь, что в ближайшем, в ближайшем будущем, одна из таких крепостей в натуре будет восстановлена на территории Куликового поля. Ну, естественно, касаясь крепостного зообщества, не могу не сказать несколько слов о военном вооружении. Здесь, конечно, это достаточно очень интересный момент, поскольку действительно, если мы с вами посмотрим на те предметы вооружения, которые были во время архивских раскопок на территории Куликового поля, там говорят, вот вы знаете, вы находите на поле сражения вот эти наконечники стрел, там фрагменты копий, там, так сказать, находите пластины доспехов. Ну, это осталось от местного населения. То есть там же жили люди у вас в 14 веке. Так вот, проведенный анализ военного дела, то, чем сражались и чем пользовались средневековые местные жители, то оказалось, что этот набор вооружения принципиальным образом отличается от того набора вооружения, который привезли с собой сюда московские рати и другие рати Северо-Восточной Руси сражаться с полками Мамая. Оказалось, что, в общем-то, весь набор вооружений свидетельствует о том, что это была легкая конница. Это были разведчики. Они пользовались в основном кольчугами. У них были легкие степные сабли, легкие щиты и лучный набор. Это вот то, что было характерно для, так сказать, ратников, которые проживали на Куликовом поле, или тех сторож, которые располагались здесь, на южном порубежье русских земель. В то время как на Куликово поле сражаться с Мамаем пришла тяжелая, доспешная рать, вооруженная тяжелыми таранными копьями и тяжелыми мечами. То есть не легкая кавалерия пограничных застав, а действительно тяжелая рыцарская конница. Поэтому набор вооружений, тот, который мы находим с вами во время наших архивских работ на Куликовом поле, на средневековых селях принципиально отличается от тех образцов вооружений, которые мы нашли на поле Куликовской битвы.